Если, так скажем, опять же пойти по словарю, центр это некая точка концентрации, медиа это некая среда, так скажем, в которой передается, что-то передается. Соответственно, это центр концентрации неких, так скажем, сред или там сфер, связанных с обменом информации и знаниями. Ну, собственно говоря, вот основной посыл, который хотелось бы группе людей, которые дальше будут в творческом порыве развивать и использовать, не развивать даже больше, а использовать это место, чтобы это вот стало точкой концентрации, которая позволит развиваться, значит, получать новые знания, новый опыт и позволит развивать, в общем-то, ту территорию, на которой мы находимся. Хотелось бы пожелать, так скажем, чтобы этот проект сохранил те свои признаки жизни, которые он проявлял при его подготовке, при его реализации, когда первый проект получался. Это, в общем-то, такой был достаточно, в определенном смысле, пилотный вариант. Он удался, он показал, что заинтересованные люди, которые говорили, что будут участвовать в проекте, подтвердили свои слова действиями, ну и это очень важно. Поэтому пожелать хочу удачи группе людей, которые превратятся в ближайшее время, надеюсь, в творческую команду по раскрутке новых идей, по раскрутке новых каких-то решений технологических, социальных, которые в итоге повлияют на то, что Чувашия станет по-настоящему сердцем Волги, как сейчас такой некий бренд есть, значит, вот иногда говорят, что там «почувствуй сердцем», да, вот чтобы эти слова, они как бы реализовались в том числе и с помощью данного проекта, что в Чебоксары интересно приезжать, в Чебоксарах интересно общаться, получать какие-то новые знания. И вот в той ситуации, в том информационном пространстве, которое сейчас формируется в мире, нет монополии на центр интеллекта, нет монополии на центр творчества. И очень удачное место у Чебоксар с точки зрения и территориального расположения, с точки зрения желания у людей, у наличия людей, которые желают что-то изменить. То есть вот создать ситуацию, условия, когда будет и сердце, так скажем, с точки зрения эмоционального, и сердце с точки зрения восприятия душой того, что происходит, и, соответственно, изменить жизнь к лучшему.